Скоро в Одессе новый сезон! Да по-любому! Вика, у тебя каждую неделю летит какой-то бывший! И что? И то! За четыре года он меня даже до Черное море не свозил! А с этой баллонкой крашеной он, видите ли, в Таиланд сразу летит! Мальчики, помогите мне! Я ему морду бить не буду! Не надо никому бить морду! И в еду ничего подсыпать не надо! Вторую экстренную посадку за неделю нам никто не простит! Мальчики, я не об этом! Видите вон ту маленькую тучку с молниями? Давайте сквозь нее пролетим, пусть их хорошенько потрусят! А то у них рожи счастливые, аж тошно! Вика, ты в своем уме? Я не собираюсь рисковать 150 жизнью ради твоих амурных делищек! А самолет на автопилот поставить? И потом коньяк листать весь перелет! Это не риск! Это было один раз! А кума посадить вместо второго пилота? Потому что у него визы нет, а на отдых очень хочется! Вот это не риск, да? Это не кума, это мой брат был! Мальчики, снова на автопилоте, да? Ой, будет не очень хорошо, если начальство об этом узнает! Правда, мальчики? Правда? Ну хорошо, хорошо! Меняем курс на тучку с молниями! Вираж лево 30! Есть лево 30! Приготовились, турбулентный сын! Класс! 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 Ой, мальчики, вы бы это видели! Они чуть не... Спасибо большое, спасибо! Вы как принеси валерьянки и штаны, София, принеси две пары! Здравствуйте! Здрасте! Пиво, пожалуйста! Секунду! Ну, а? Привет! Здрасте! Пахали ко мне? Что, прямо так, что ли? Ага, да! Ну, поехали! Не, подожди, подожди, только счет на плоти, я тут немножечко поела, попила! А, ну, пожалуйста! Ой! Бармур, сколько там она наела? 12 тысяч! Ну, ну, ну чё, есть разбила, что ли? Нет, она уже просто третий день ждет, когда кто-то с ней поедет! Ага! Почти? Ой, привет. Поехали ко мне. Знаете, девушка очень дорогая. Хотя... Привет, поедем к тебе. Но можно мы с другом, так сказать, счет на двоих оплатим? Да хуй на двоих! Ты моя зайка. Слышь, друг, у тебя шесть тысяч есть? Ань, что такое? Что такое? Это машина. Что? Машина. У вас что-то на зубах. Извините, пожалуйста. Машина, говорю, уже на первый день за рулем просто. Ну... Мася Андрик, а мента уже снимать или еще рано? Здрасте. Перед тем, как снимать что-то, можно крышечку объектива открыть. О, точно. Иди в машинку, я сам разберусь. Я же помочь хочу. Извините, командир. Так, как ты меня учил? Если худой, значит, работает недавно. А погоны, как отели, только наоборот. Звездочек, если меньше, тем лучше. У этого так, зум, три звездочки. Значит, ему 50 гривен хвастит, правильно? А у вас двухсотки, значит, что будет? Иди в машину. Ну... Командир, прости, реально, первый раз остановили ее. Не знаю, что несет. А я все понимаю. Я сам сегодня первый день на работе. Проезжайте. Ой, а что это у вас такой жезл маленький? Я скажу, первый день на работе. Вдруг кого-то не от того остановлю, чтоб не больно было, понимаешь? Ну что, вот так болеть будет? Вот так? Все ясно, ну, все ясно, что у вас. Что там, доктор? У вас очень редкая болезнь, вы не знаете. Вообще-то у него простой аппендицит. Ага. Ой, вообще-то я здесь доктор. И давайте я буду решать, вот, простой он или, там, непростой. Ваше дело... Зеленка есть у нас? Да при чем здесь зеленка? Тут резать надо. Ой, понятно, что резать надо. А когда мы разрежем, то, ну, зеленкой это же, это, прижечь надо будет. Доктор, а вы точно знаете, что вы делаете? Да все в порядке, конечно. Я же врач. Расслабьтесь так. Начнем... Начнем, что ли... Ой, вспомнил. У меня же дело там, дело. Давайте на завтра перенесем все и... Какой на завтра? У него острый перитонит. Не такой он и острый. Ладно, все. Уговорили. Закрывайте глаза и... Слушайте, а... Все. Давайте по-хорошему мы решим все, а? В смысле? Ну, в смысле... В смысле, будто бы я все уже сделаю. А? Ой, как-то легче мне сразу стало. Ну вот. Вообще так нельзя. Ой, да ладно, нельзя. Спасибо вам, доктор, большое. Пожалуйста. Да за что вы ему спасибо говорите? Во-первых, за денежку. А во-вторых, за то, что он меня не оперировал. Вы же мне, доктор, жизнь сейчас спасли. Да, вот это вот. А в городе больниц миллион. Пойду я по-другому месте сделаю. Идите, идите. Ну вот. Очередной пациент ушел. Довольный. А мне в институте говорили, что я плохой доктор. Правильно говорили. Что? Десять пациентов и все ушли радостные от меня. Так, глядишь, и лучшим доктором больницы станут. Боже, вы опять здесь. Я не понимаю, что больше нечем заняться, как ходить ко мне на работу. Дочка, нам нужно с тобой серьезно поговорить. Да. Мы узнали, что ты встречаешься с молодым человеком. Откуда вы знаете? Знаем. Знаем. Угу. Подождите, вы что, за мной следите? Почему сразу следим? Просто наблюдаем на расстоянии. И вообще-то мы волнуемся за тебя. Вы волнуетесь не за меня, а за мои деньги. Но мы все-таки твои родители. А я думала рабовладельцы. Ты как с матерью разговариваешь? Вообще не об этом сейчас разговор. Рано тебе еще с ним встречаться. Ты должна повзрослеть. Ты должна встать на ноги, в конце концов. Мама, мне 28 лет. Не кричи на мать. Я тебе говорю, он слишком много забирает твоего времени. Ты его могла бы потратить на что-то полезное. Например, на стриптиз. Ну, разве что он банкир, да? Ну, или стриптизер. Или родители банкиры у него. Или родители у него стриптизер. Банкиры лучше. Он обычный таксист. Что? Таксист? Ну, таксист это неплохо. Он будет нас к ней бесплатно возить. Когда свадьба? Что ты цыкаешь? Между прочим, на свадьбу нужно деньги еще собрать. А ты их растрынькаешь, как обычно. Так, знаете что? Если будете меня доставать, я попрошу, чтобы он меня украл и увез куда подальше. Ты как разговариваешь? Что значит украл? Таксист. Надо будет ему шины пробить и лобовуху разбить. А? Может, ему денег дать, чтобы она отстала у девочки? Да щас. Дешевле будет шины прократь. Молодец. Ох, ты мог не только это еще. В общем, как я его только не колол, он все равно ничего не сказал. Криминальный авторитет. Какой-то. Глухонемой. Я бы расколол. Мужики, у меня беда. Что случилось? Угнали автомобиль. Как случилось? Я вышел в магазин за лопатой. Возвращаюсь, а машины нет. Ну, так это пропажа. Приходите через три дня, напишите заявление. А за эти три дня, может, она сама вернется. Ага. Вы еще скажите, что она в запой ушла. Слушай, мы же действительно пойдем глянем, а? Это же все-таки не человек, тут по горящим следам надо. Да щас. У меня вот, смотри, какая пачка заявлений. И каждому нужно придумать отмазку, почему не возбуждать уголовное дело. Ладно, я понял, мужики, понял. Найдете машину, меня причитается. Ну, так это другой разговор. Что за машина? Записывайте. Синий-зеленого цвета. ВАЗ-2101. Копейка, что ли? У нас есть на районе дебилы, которые воруют копейки? Ну, таких дебилов уже нет. Слышь, может, ты пока в магазин ходил, ее мусоровоз забрал? Вы издеваться будете или искать мой автомобиль? Какой же это автомобиль? Это копейка. Ладно, я отлучу сотку. Чего? Грины. Каждому. У меня только что пачка заявлений в два раза больше стала. Ну, зачем тебе этот геморрой, а? Ладно. Пишите повинную. В багажнике машины был человек. Так, вот с этого места поподробней. Что за человек? Мама моей жены. Какой же это человек? Это ж теща. Да, она и есть. Слышь, мужик, давай мы тебе пойдем навстречу. Ты нам по пятьсот каждому, и мы найдем машину с пустым багажником. Идиоты. Попробля. Давай. Я только лопату покупал. Давай, расскажем. Здравствуйте. Здрасте. Привет, привет, жеребец. Ну, рассказывай, как там Паттайя? Огромное вам человеческое спасибо за турчик. Таиланд – это, конечно, рай для одинокого мужчины. Особенно, конечно, порадовала вот эта услуга «Жена на неделю». Постоянно пьян, накормлен, отмассажирован. Ну, а я вот, я вот даже подарок ей купил. Я уже жду не дождусь, когда этот тайский удав обовьет меня и высосит из меня все соки. А я сочный. Так что, давай, паспорт оформляй. Двух секс-туристов на Паттайю, Николаевна. Не боись сисадмин, найдем для твоего джойстика тайскую розу. Вы знаете, я узнавал про Таиланд, и там, как выяснилось, есть очень много транс-мужчин. Скажите, вы не знаете, как отличить мужчину от женщины? Ты чё, Жека? Ты чё, не можешь отличить мужика от бабы? Ай, да по кадыку надо смотреть, всё ж понятно. Не-не-не, не всегда. Ты знаешь, во время операции удаляют кадык. А как же тогда отличить? Есть какие-то признаки, чтобы вдруг не нарваться вместо тайской розы на тайский шип? Думаю, что по росту. Обычно средний рост тайки 150. Если больше 170, то наверняка мужчина. Плечи широкие, узкие бёдра, кожа подтянута. Размер обуви у тайки 33-37. А если больше 40, то перед вами мужчина. Подожди, Николай, а вот это вот, 27-й, по-нашему, это какой? 42-й. Николаевна, ты чё, не могла раньше рассказать об этих правилах? А ты раньше спрашивал меня об этом? Я прошу прощения, можно паспорт? Жек, Жек, ты чё, давай в Турцию поедем? All inclusive есть? Поехали. Я с тобой не только в Турцию, я с тобой одну баню ходить не буду. Извините, пожалуйста. Жек. Брат, ты чё? Николай, на это тебе? Брата, ты чё? Мы что в этом, как? Чёрт! Так, ну вспоминай, в этом кабаке ты вчера бухал? Вроде да. Хорошо. Стоп. Вот тут я. Добрый вечер. Вот тут я сидел. Так, сидел и? В руках у меня что-то было. Так, что было в руках? Конкретно вспоминаем. Я бокал с вискарём, двенадцатилетним. Не вру. Восемнадцатилетним. Так, кабан, может у тебя просто в руках коньяк был? Ну как просто коньяк? Ты же сам хочешь восстановить всю картинку. Дайте ему вискарядом, восемнадцатилетнего этого, торогенного вашего. Ага. Так. Вспомнил? Неа. Начинаю вспоминать. Так, хорошо. Потом заказал мясную нарезку. Заказал мясную нарезку. И самую дорогую водку, что здесь была. Так, кабан, ты не наглей. У нас всё-таки бюджет не резиновый. Ну ладно, обычная водка тоже подойдёт. Дайте ему водки обычной. Триста грамм. Триста. Пожалуйста. Ого. А потом вот так вот официантка у меня присела на коленку. Девушка, присядьте ему на коленку. Это следственный эксперимент. Так, присела и? Да, вот так вот я её держал. Девушка, потерпите, а. Вот так сидел. Так, и? И зашёл мусор. Зашёл мусор. Кто? Милиционер. Милиционер. Скучно сидим. Сейчас бы с моего пеколя по бутылкам подстрелять. О! Вот точно так же ты вчера сказал, а потом пошёл, спрятал пистолет в водосточную трубу и убежал. О! Пфффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффф Ну, милицейское удостоверение. О, братан, это совсем другой следственный эксперимент. Принеси еще 300. Так, записываю. Короче, так. Добрый день. Сержант Ступок, 3-я рота 6-го батальона дорожной автоинспекции. Причина остановки пересечения двойной сплошной с выездом на встречную полосу движения. Скажите, а вы нормально себя чувствуете? Я что-то не так сказал? Нет, просто я первый раз в жизни встречаю инспектора ГАИ, который нормально изъясняется. Предъявите, пожалуйста, водительское удостоверение и документы на транспортное средство. А, я поняла. Где-то здесь скрытая камера, да? Девушка, если вы не предъявите вышеперечисленные документы, я буду вынужден вызвать наряд ППС. А, я поняла. 500 гривен и никого не вызываем. Я не беру взяток. Я сотрудник украинской дорожной автоинспекции. А, я поняла. Тысячу. Девушка, если вы не уберете деньги, я буду вынужден привлечь вас за дачу взятки должностному лицу. Я поняла. То есть вы хотите, чтобы я на месте по-другому рассчиталась, да? Ну ладно, ты вроде симпатичный. Девушка, застегните, пожалуйста, блузку. У вас что, проверка какая-то? Никакой проверки нет. Просто я честный человек. И я не беру взяток. Со мной договориться невозможно. Тебя что, фура зацепила? Быстро меня здесь взял? Быстро я сказала! Девушка, вот вам протокол. Пойдете с ним в суд. И пускай суд решает, что с вами делать. Спасибо. Счастливого пути. Ну что, как оно? Нравится все делать по уставу? Да пошел ты! Что не мог, как я, заказать прокукарекать в окно Гелендвагена? Я с тобой старт и на желание больше никогда в жизни не проживу. Да ладно, давай еще раз за очередь. Да... По итогу я его продержал в обезьяннике до утра, а на утро он у меня был как шелковый. Ну ты, Семенович, конечно, добренький. Я бы его еще дубиночкой обработал. Да зачем оно мне надо? Главное, что он меня больше на родительские собрания в школу не вызывает. Вот и все. Ну да. Братики, братушечки, братушечки, роднюшечки, привет! Ребятки, короче, у меня беда. Филиппова, ты как всегда вовремя. Мы же с Васикой бензин слили, а сейчас напишем, что мы к Филипповой на задержание ездили. Ну, говоришь, беда у меня, ну... Что? Никто не заказал сегодня, да? И ночевать тебе нежно. Филиппова, твой номер люкс в твоем распоряжении. Обокрали меня. Все. Что? Украли телефон со всей клиентской базой, да? Рейдеры отжали бизнес. Ребята хуже. Короче, у меня украли все, что мне нужно для работы. О, Филиппова, все, что тебе нужно для работы, у тебя при себе. Я объясняю, что украли всякие, ну, штучки из секс-шопа. В общем, а у меня клиент сегодня такой, знаете, с фантазией. Как раз эти штучки ему нужны. Ну, заявление мы, конечно, у тебя примем, но могу тебя разочаровать. Сегодня у тебя сведаночка не получится. Потому что вряд ли мы это все найдем. Давай заполняем. Да, я же говорю, искать ничего не надо. Я завтра заработаю и сама все новое куплю. Так от нас-то ты что хочешь? А, всего ничего. Доручики, дубинку и фуражку. Ты что, оборзела, что ли? Я же объясняю, что клиент у меня с фантазией, понимаете? Я плачу ребятке 10%. Значит так, Филиппова. Слушай меня внимательно. Я офицер милиции. И если завтра этих 10% не будет, я тебя закрою. Ну, ёптись. Слово проститутки, это ж как... Слово офицера, а? Фуражка-то тебя зачем? Я же говорю, что клиент у меня с фантазией. Ну, короче, мне еще кое-что нужно. Пистолет не дам. Да не, наш он нужен. В общем, ребятушки, мне надо, чтобы вы пошли немножечко погуляли до утра. Филиппова, ты вообще оборзела, что ли? Ну, я же говорю, что клиент у меня с фантазией. Я плачу 20%, пацаны, 20%. 20? Ну. Ладно, пошли бензин в УАЗе заливать обратно. Покатаемся. Если у меня хоть один документ со стола пропадет, я тебя закрою. Ладно. Здрасте. Алло, Олег, привет. Да, я знаю, что три часа ночи, и что? Слушай, я так споняла, как нам с тобой было хорошо. Давай как раньше махнем на море. Да ты что? Он понял, что он гей. Урод. Козел. Валерчик. Валерчик, я вас видю, что это Ясенька, да? Жена, братик? Че-че-че, Валер. Жена. Козел. Санечка, привет. Это Ясечка. Знал? Знал. Ой, Ян, как я тебе завидую. У тебя столько бывших. Валерчик. Молодой человек, а я вам нравлюсь. Мравитесь. А вы не хотели бы завести со мной серьезные отношения? Почему бы и нет? Алексей. Викус. Очень приятно. А давайте обменяемся номерами телефона. Давайте. Пожалуйста, вот мой. Вау. Все, теперь официально я тебе бросаю. Понял? Уже нам еще кончено. Ну, мы с Геной не знали, что мамуха твой брат. Ну, я тебе мамой клю... 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 Алло. Алло, Лешка, привет. Зовекуся. Помнишь меня? Помню. А я вот вспомнила, как нам с тобой хорошо было вместе. Решила позвонить. Козел бросил трубку. Игося, я как опытная женщина тебе говорю. Все мужики и козы. Козы. Блин, ну просто же хотели посидеть в баре, выпить. Так нет, надо всякую алкошнюк. Тащить сюда, оформлять. Ну, что сделаешь? Такая у нас работа. Мы за это деньги получаем. Если повезет. Давай. Мой самый любимый момент нашей профессии. Итак, первый лот. Мобильный телефон. Ух ты, круто. У моего ж малого день рождения скоро подарю ему. А то ходит со старым айфоном, позорится. Так, ну давай мне что-то выйти. Тебе? Не смотрю. И младший лейтенант у нас получает... Ну-ну-ну-ну-ну. Часы. Вот это да. Вот всю жизнь о таких мечтал. Класс. Ну, давай, давай. Че там дальше? Так, следующий лот. Так, 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 так. Ёбаный. Поехали. Следующим лотом у нас удостоверение. Удостоверение. Че, пенсионера, что ли? Служба безопасности Украины. Мужчина. А, шо? Неувязочка вышла. Че у меня нога болит, а? Вы понимаете, во время задержания я вас немного стукнул. А, теперь понятно. А у тебя нога болит? А? Нет. А вот это непонятно. Понятно? О, о, полегче чуть-чуть стало. А, бок, бок, чуть-чуть, бок. Слегка чуть-чуть плечо, вот, плечо побалил. Плечо, чуть-чуть. Не это, вот это, понял. О, вот, теперь в расчёте. Ну, сумочка ваша. А? Сумочка, говорю, тут всё, 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 как было. А сумка? Да. Так это не моя. Чего? Чего? Брата моего, родного. Он в туалет пошёл, а вы меня. Что ж ты, Пригород? Человек в туалет пошёл, а ты его, а? Ай-яй-яй. 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 Старший брат полковника. Товарищ. На троих.